Слушайте, а часто бывает, что на вас обижаются или ругают? Ну, тоже очень индивидуально, но когда вышли статьи обо мне, когда были презентации книги в Украине в нескольких городах, в комментариях было, ну, под некоторыми статьями было так достаточно грязи, было очень приятно. Ну, потом как-то я смирилась с этим, что люди есть разные, у кого-то не сложилось, кому-то не нравится, кто-то не хочет поднять свою пятую точку и сделать что-то самому проще, на кого-то же. Но там не было политического контекста? Нет, нет. В Америку там родину предавало? Ну, кто-то обвинял меня в том, что свои там учителя физкультуры не устраивали, вот я искала кого-то в Америке богатого, кто-то написал там, что я нашла бычка там, чтобы деньги с него спивать, ну, такое вот. Ну, то есть... То есть понятные всем вещи? Да, абсолютно. Ну, да, конечно, в начале было как-то неприятно, такой, ну, осадок был, но потом я просто пристала на это реагировать. Хорошо. А не говорили же вам, что вы евреи? Нет. Нет. Это как? То есть кому-то и не говорят. То есть люди, которым этого не скажут. Нет, никто не говорил, но люди, которые знают меня, знают Сергея, и которые читали вот такие вот отзывы, конечно, у них было негодование. То есть почему люди, как люди, не зная нас, могут вот такое от нас писать? Сейчас вспомнил. Легко. Сел и написал. Как могли бы убили бы еще. Тихо. 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 Конечно. Ну, просто у них формат такой. Да. Самовыражение. Да. Понятно. Ну, то есть я просто чему спрашиваю, потому что у меня вот все-таки более острая такая ситуация, потому что я, как бы, типа американский агитатор, родину предал, значит, там зарабатываю на иммигрантах, там, как бы, ну, то есть… Помогаю им выучиться, найти… Ну, дело не в этом. Ну, я, как бы, злобно клевещу, чтобы больше народу уехало, а мне там бабла больше, там, ну, вот такого плана. Ну, не знаю, это, наверное, вы сами всегда наговорите, потому что я когда узнала о школе Портнова, я узнала прекрасные вещи, я слышала много хороших отзывов о вашей школе, поэтому… Ну, вы сами на себя наговорите. Ну, я, нет, ну, иногда мне говорят. Я не хочу сказать, что вообще-то массово, но это есть. Ну, люди же должны… Вообще, вот такие вещи нужно воспринимать, как лая собаки за собой. Вы же не знаете, почему она лает? Вот ей хочет и она лает. Нет, ну, это факт. Вы идете, не выйдете, а лает. Нет, нет, ну, конечно. Я, еще раз, я не то, что я переживаю, но я просто говорю, что… Я просто думал, что это вот мне достается, всем достается. Потому что у меня есть такая рубрика «Интервью с блогером». И у меня там, ну, с какой-то чистотой другие блогеры, я вот их интервьюирую, и практически все говорят, что в какой-то момент они дорастают до того, что у них появляются хейтеры, и, соответственно, они… Иногда они появляются сразу же… Да. Ну, я вам скажу так. Понимаете, моська, для моськи важно лаять на слона, а не на другую моську. Потому что, когда ты лаешь на слона, в этом что-то есть. Когда ты лаешь на моську, ты просто дебил. Понимаете, а тут вроде какой-то может величие появляться. Поэтому, чем больше вы, так сказать, вы растаете во что-то, тем больше мосьек собирается, чтобы самореализоваться. Понимаете, самореализоваться на чем-то маленьком нельзя. Поэтому потихонечку, вот когда у вас будет свой канал на Ютюбе, и когда вам будут писать там комментарии хорошие, которые все будут прочитать, да, вот тогда появятся настоящие хейтеры, и вот они будут приходить и писать вам какая-то стиматума. Тороге Бога, если человек получает удовольствие, и ему легче от этого… Пусть пишет. Тороге Бога. Я вам скажу, я вот думаю, какую пользу я принес человечеству своим этим видеоблогам, потому что невероятное количество людей, которые могли бы много зла совершить в это время, они тратят это время на то, чтобы меня слушать, там что-нибудь писать злобное, или там пытаться выискать какую-нибудь гадость, вот, а могли бы реально там кого-то бритвкой. Ну вот видите, я видео, которое вы сняли о моем троте, узнала от ваших followers. Вот, то есть, мне прислали ссылку… А я вам не сломал, если… Нет. Мне прислали ссылку на видео, вот… А я думал, что я вам послал. Я пишу, а что это? Да. Типа, видео… Какое видео? Ну… Из канала… Название канала. Я говорю, а что это за канал? Как ты не знаешь канал Портнова? Ну… То есть, люди, которые смотрят наш канал… Они прислали мне. Они вас знают. Да. Какие-то… Хорошо. 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 Вот. И вот эта фраза… Там Портнова смотрят все. Хорошо. Ну, вы знаете, что, у меня трафик где-то 8 процентов американский. 50 процентов – Россия, 25 – Украина. Американского – 8 процентов. И это значит что-нибудь… Не за 170. Сейчас скажу… Нет, ну… Где-то у меня в последнее время 800 тысяч просмотров в месяц. Ну, 27 тысяч в день. Значит, что там будет? 8 просмотров. Ну, 2 тысячи в день американских просмотров. То есть, 2 тысячи просмотров в день. И люди делают, которые живут в США. Ну, тоже ничего. Когда я получила этот лирк, там уже было 2400 просмотров. Это со всего мира. Ну, положительно, да? Видно, там народ очень хорошо отзывался. Да. Ну, что же, а не было оттуда заказов? Не говорят там… Я вас назвал и там сказал… Нет, оттуда заказов не было, но молодой человек из Украины написал мне на стене, что… Значит, и статью читал, и видео, и делал. Скоро будем, вот, кто едет в Америку, привезите в Тирамисо от Красули. Что привезти из Америки? Слушайте, я помню, знаете, что мы из Киева, в советское время, из Киева ехали в Москву, когда мы покупали торт киевский. Киевский. И там было два. Там была фабрика, кондитерская фабрика, а еще был Хлебзавод. Фабрика Камбл Маркса, что-то. Вот был Хлебзавод, причем считалось, что Хлебзавод лучше, чем кондитерская фабрика. И вот, когда поезд «Москва-Киев», «Киев-Москва» приезжал, и вот там мы встречаем, допустим, кого-то, и вот платформа, и там высыпаются люди, и все идут с этими тортами. Стартами. Зеленые коробки с каштановыми листиками на них, которые сейчас в русских магазинах можно купить в замороженном виде. Да. Ну что же, Оксана, а вот давайте уже напоследок, так мы возвращаемся к вашей такой текущей жизни. Напоследок… Я скажу. Да. Вот вы каким-то образом… Я знаю, что вы сами, наверное, готовите хорошо, но вот все-таки вы чуть русское покупаете в русском магазине. Очень редко. Да? Да. Ну не потому, что оно там невкусное, просто мы… Я выросла в деревне, я выросла на домашней еде. Вот. Поэтому… Органическая? Органическая. Органик или гром? Да, да. Вот. Органическая. Органическая. Не тянет в деревню там к корове, там молоко парное… Вы не поверите, я так не научилась дать корову. Ну не надо, бабушка наила, а вы там успеху. Конечно, меня тянет в корове, где я выросла, я очень люблю это место, скучаю, вот. Но здесь у меня другая жизнь, надо жить здесь и сейчас. Хорошо. Но вот этот бизнес, которым вы занимаетесь, он… О чем вы не наняли кого-нибудь? Вот, найдите там двух девушек, так, украиномовных. И дальше занимайтесь чем-нибудь таким, я не знаю, маркетингом, там, я не знаю, ну, что же с вами? Ну, во-первых… Это же технология, она же передается. Мне это приносит огромное удовольствие, то, что я делаю. Именно сам процесс. Да, сам процесс, да. Вот. Во-вторых, даже люди, которые имеют этот рецепт, они делают, и у них все равно оно. Получается по-другому. То есть… Малый бизнес. Если хочешь, чтобы было хорошо сделано, делаешь сам. Делаешь сам, да. Поэтому я это делаю сама, и я сто процентов могу карантировать качество моего технику. Ну да, я уже как бы как капиталистический хищник, смотрю только от расширения производства там… Все со временем. В начале… Да. В начале, что вы же понимаете, как в школу свою развивали. Да. В начале нужно доработать клиентов. В начале я сам все преподавал. Вот. А потом уже можно расширяться. Поэтому мой бизнес очень молодой. Он создан в январе. Вот. И я считаю, да. То есть вы зарегистрировались в январе? Я зарегистрировалась в январе, да. Вот. Я считаю, что за такой короткой времени у меня достаточно… Что-то позванивает такое. Это наше сотовое, наверное, да? Фальф? Нет. Нет? Я с вами включила. Ну, тогда не мой тоже. Я не знаю, к чему это. Это не наша музыка. Хорошо. Так чего? Вот. Поэтому я считаю, что за вот это короткое время, что существует мой бизнес, о моем Тирамису знало достаточно большое количество людей. Ну вот буквально за сегодняшний день. 100 человек, 150 человек. Фактически Фейсбук фактически. Да. Это исключительно Фейсбук. И вот то, что люди передают друг другу, рекомендуют. Некоторые уже звонят и говорят, ой, а можно заказать Тирамису от Красули? Вот еще одно название. Ну че ж, а можно просто Красули, если нет, Тирамису. Какой-то, да. Тирамису – это ни о чем не говорит. А так Красуля. Не, ну для людей, которые не знают, кто такая Красуля, вот. Для них слово Тирамису как раз такие ключевое. Вот. Ну да. Есть commodity market и есть specialty market. Вот commodity – это Тирамису, а specialty – это Красуля. Звучит как бренд. Да. Так же и есть у вас. Хорошо. Значит, или так, знаете, надо как-нибудь так, может быть, немножко провокационно назвать. Так, знаете, Красуля Суиц. Красуля Суиц. Звучит хорошо. Один человек написал отзыв от Тирамису. Он написал, что мой Тирамису should be illegal. Потому что он приводит к привыканию какие-то вещи, которые запрещенные. На Yelp его есть? Пока еще нет. Но я зарегистрирую аккаунт. Ну, потому что я сейчас пока не могу охватить большой объем желающих. Просто человек может вам написать отзыв. То есть вы сегодня не справляетесь с заказами? Ну вот на эту неделю у меня уже полностью все занято, а я уже отказываю. Мы должны брать пример с древних мастеров. Там Рембранта. Ученики писали. Мастер подходил так. Ну вот со временем будут ученики. Не все сразу. То есть уже просятся люди ученики? Ну да. На самом деле, когда я начала афишировать, что это официальный бизнес, люди начали, вот, а вам помощники не нужны. Ну, пока я справлялась сама. В будущем посмотрим. А то, знаете, так, помощник там три торта сделала, один за это время съел. Тоже, возможно, у меня был случай, когда… Выберите диабетиков, а не надежные. У вас не будет куши. Я сделала ту. Не брошен, маленький тортик, а в фольговой посуде. И человек не забрал его вечером, как он собирался забрать. А еще тогда… Это я тогда еще собирала деньги. Это еще не бизнес-то. Вот. Я захожу на кухню и вижу этот торт и мужа с кошкой. Говорит, ты куда? Он такой, торт кушает. Я говорю, как? Это ж на заказ. Он говорит, ну он же не чинный. Заказ же должны были собрать. Я понял, что его собрали, а это мне. И вот так после этого я… То есть, он сделал такое предположение… Что это его. Что это его. То есть, муж тоже может сказать, ты бы берегите мужика-то. Вы чего разве… Он у меня самый главный дегустатор. Благодаря ему я очень хорошо продвинулась именно во вкусовых качествах. Ну, беречь нашего мужика. Беречь. Потому что… Вы что? Мужчины от их руки. Да. Это вы крепкие. Ну, вот поэтому я его политически подкамниваю. Тернесу это, знаете, как эликсир. Да. А вы… Я извиняюсь, вот так… Может быть, вы можете поделиться. Вы туда коньячок там или ром какой-нибудь или бренди? У меня специальное вино. То есть, есть. С этим делом. Ну, это не для говадуса. Это, скорее, для букета. Вот. Вот. Хорошее слово. Друзья, никто же не пьет, чтобы напиться. Да, для букета. Для букета. Хорошо. Давайте мы с мыслью о букете… Я просто… Тортик вот он лежит. Вот там лежит. Вот вы его не видите. А я одним глазом полторта вижу. И обе ноздри вдыхают. Может быть, вот это вот то, что там испаряется, это и есть то, что для, как вы сказали, для букета. Филамоны. Шоколада запах сильный. Это вот сверху это тертый шоколад? Да, это шоколад. Тертый шоколад пахнет шоколадом. А вот то, что у вас зеленый, там, желтый, разных цветов… Это моделивающий шоколад. А как его продают? Я его сама делаю. А, то есть нельзя вот так заказать там ведро моделирующего шоколада? Можно. Разных цветов? Конечно. Все продается. Хорошо. Ну, можно и саму делать. То есть вы экономите так или же просто… Иногда, когда он нужен уже, вот, а амазон прошло через три дня. Нет, никак не годится. Да. Поэтому я научилась его делать сама. И почему я, собственно, и прошу своих клиентов, как только вы знаете дату, на когда вам нужен торт, сразу уже пишите. Такой вопрос. Ну, последний. С точки зрения того, что вот люди зарабатывают, да, потому что многие приезжают или там собираются приехать, они думают, вот я приеду, а как я буду зарабатывать, а что со мной будет и так далее. И вот, например, они думают, а вот, может быть, можно готовкой зарабатывать. Я знаю, люди там для ресторанов дома что-то готовят, для русских магазинов там салат и релье дом там намешивают. Ну, вот такое занятие, ну, кроме фана, допустим, оно… Жить на это можно? Ну, пусть даже скромненько. Я понимаю, что у вас муж хорошо зарабатывает, и вы можете себе позволить там и, скажем, тем более там бизнес можете вообще там в убытке будет быть, но все-таки. Ну, на самом деле, если делать его без декораций, это можно развить как бизнес, как реальный бизнес и поставить потом его на объемы. Вот. Декорации делать очень невыгодно. Декорации оплачиваются иногда 8-10 долларов в час. Окей. Это очень мало. То есть это просто фан такой? Да. Декорации – это фан, но и плюс ко всему декорации как раз-таки привлекают новых клиентов. Видите, если бы вы забрали просто… Потому что он уникальный. Да. Вы бы необретелен ее выбрали. А ни у кого такого нет. Да. Ну, надо брать больше денег за декораций. Хотя тогда может стать запретительно дорогим может стать. Ну, на самом деле, можно просто повысить цену за декорации и делать количество тортов меньше площади же деньги. Потому что все равно в любом случае найдется клиент, который готов. Который готов. Который готов. Понял. Друзья, в общем, если вы думаете, чем заниматься в Америке, и у вас есть рецепт чебуреков, мантов, сало. Сало. Допустим, да? Вот. По салу не скучаете тут? Нет. Сами делаете? Ну, опять же таки. Я выросла в деревне на органических продуктах и как-то местное есть. Как-то не съел. Невозможно. Того сала нет. Нет. Да. Ну, в общем, давайте мы тогда с Оксаной прощаемся. Вопросы задаем в комментариях под видео. Больше вопросов, интересных вопросов, значит, скорее мы соблазуем Оксану поучаствовать в очередном сюжете. Давайте мы и так народу, так вот, помашем рукой и скажем пока. Пока. Ладно? Пока. А умеете? Воздушный поцелуй можете. Вот, друзья, сладкий, воздушный поцелуй тирамису. Спасибо большое. Счастливо. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.